Всем привет еще раз. 30 апреля, пивная пятиминутка Илья. Ну что, как вы видите, сегодня у меня не Лёв Хаммер, хотя должен был быть четвертый. Просто так получилось, что я думал, что я купил вчера сразу два, типа Вайцин, и осталось мне просто лагерь продегустировать. Но, придя, я увидел, что в холодильнике второго нет. То есть лагер, да. И так как Бристоль от меня находится очень далеко, я не пошел за этим лагером, но я это все равно исправлю, это дело. И на следующий день мы его продегустируем, и следующую линейку, как она там называется, очень бройная, как-то так. Но, так как я титан, как мы узнали, да, из саботажа, то я не мог вас оставить без второго видоса, ну, себя без второго пиваса, но я, соответственно, тут всего алкоголь-то 2%, как бы, не сильно мне это тут... Хотя там восьмерка, тут 2, 10%. Грузмейстер вышел новый, ну, как новый, давно у нас продается, опять же стоит, ждет своей очереди. Когда у нас? Ну, с начала весны, наверное. Ну, так давайте глянем, чего у нас тут. Да, 27-ое, 0-ое, 2-ое, розлив. Если я не туда смотрю, молодец. 0-4, 11-ое, 22-ое, и по 24-ый год там... Гуднута. В общем, попробуем мы грузмейстер, грейпфрут, натур... Натур Трубес. Ну, учитывая, что здесь 2%, я так понимаю, это просто Радлер будет какой-то. Ну-ка, сильно хим... Химозы нахимичили. Ммм, приятный ароматик, слушайте. Нежненький такой. Чего у нас тут интересного-то? Баночку 0,5. Премиум Грейпфрут. Что бы это ни значило, видно, сюда добавлен. Так, дата изготовления и туда-сюда. Это лишняя для нас информация. Поинтереснее будет и здесь. Это пивной напиток, нефильтрованный, неосветленный, пастеризованный грузмейстер Натур Трубес Грейпфрут. Натур Трубес Трубс. Труб, блядь. Состав вода питьевая, салат пива и ничменный. Ну, я чувствую, тут сейчас будет такой состав, что я опять заколебусь переписывать. Поехали дальше. Хмель, дрожжи пивные. И меньше, чем даже пивных дрожжей. Как это, сука, вообще может быть? Сахар белый, концентрированные соки, розового грейпфрута, апельсина, лимона и черной смородины, ебануться, ароматизатор цитрусовый, регулятор кислотности, лимонная кислота в скобках, экстракты, двоеточие, моркови, сафлора, лимона и апельсина, стабилизатор в скобочках, камедь, рожкового, дерева, твою мать. Вот это состав. Так, алкоголь, я уже сказал, здесь 2%. И что, неужели? Да, даже суслу есть. 9,2% обычно не пишут. Так, изготовитель. Фельдш-Шлясхен. Ти-ти-ти-ти-ти. Дрезден. Германия. В общем, родлеров получается. Судя по грудусам. Родлеров по грудусам. Цвет странноватый такой. Бледный, бледно-оранжевый, я бы сказал. На аромат я уже сказал. Приятный аромат, кстати. Ну, именно вот грейпфрута идет. Прямо вот кислого апельсинчика. Давайте пробуйте. Может вам этот обзор пригодится на летний период. Потому что при таких показаниях, показателях, именно туда оно и надо. Слушайте, действительно, не переборщили. Прямо очень легкое. Причем оно такое даже, я бы сказал, водянистое, что... А, плотности не хватает. Что вот аромки и всякой вот этой хероты насыпали очень мало. Ну, как можно меньше дрожжей насыпать вот этого все дела? Потому что, ну, дрожжи, это вот на чан вот такой вот пакетик с дрожжами, там, 5 миллиграмм. Может больше, я хз давно не варил. Может даже один, а может и 10. Вот. И, как бы, ну, да, лейтовый сачок такой. Приятненький, в принципе, с кислинкой. Послевкусие. Вот этой грейпфрутовой. Как бы, на лето, на лето, чего уж тут. Больше ничего не скажешь. Как бы, если пробовали, напишите, как вам. Ну, вряд ли это какой-то зимний вечерок, чтобы ты сел такой холодный и начал это пиво пить. Так, почему я это все отставил, бокал сюда? Да, потому что, тем уже, кому больше дальше не интересно, дальше у нас будет пивное меню на неделю. Каждое воскресенье, в последнем видосе, я его произношу. Так, смотрите. Вот пришел мне, гад, вот такой вот ящичек прекрасный. Что это значит? Да, что на следующей неделе, а он еще пришел на вторую неделю. Ну, я про него ничего говорить не стал. В общем-то, пенопак. Так как у нас месяц апрель закончился, это апрельский пенопак, апрель закончился, пора его распаковывать. Да, я наконец-то вовремя купил пенопак. А не то, что у меня там мартовский, что-то в середине апреля я только. Или в январский в середине февраля. Там что-то такое было, короче, с гигантской задержкой. Я буду стараться все-таки в начале месяца это все делать. А так как завтра 1 мая, понедельник, то все. У завтрашнего дня будет у нас пенопачок. Но вторыми видосами, конечно же, будут вот эти вот опять из Бристоля. Пивасы. Что еще хотела сказать? Видите, какой он компактный? Я сразу понял, что там, походу, бутылок не будет. Да, там вскрыл, там чисто баночки, глянул, что там. Ну, а завтра уже конкретнее расскажу, с чего мы начнем и как будем двигаться с пенопаком на вот предстоящей неделе. Ну, все. Думаю, по-моему, все рассказал. Поэтому не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Это Радлеры. Легкий пивас. Тоже в немецком стиле. Открывайте для себя новые пивоварни. Фельдшерский, все знают, хули там открывать. Ну и увидимся уже в понедельник. День тяжелый. Ну, завтра. А, завтра же праздник первого мая. Блин, а так я завтра не смогу. Ха-ха-ха. Гроссмейстер-то. Ой, гроссмейстер. Лев Хаммер, опять же, я не смогу же завтра попробовать. Завтра же не продают алкоголь. Ну, значит, я сделаю только один видос из пенопака. И все, извините, ребят. Мы успеем еще, некуда торопиться. Ну и все. Адьос и мигас. До завтра. Будем пробовать пенопак. Продолжение следует. Продолжение следует.